Новым законом быть. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» провело в Барнауле в рамках Всероссийской партийной акции «Слово и дело думского большинства» – пресс-конференцию, на которой эксперты «Справедлива Росса» обсудили законопроекты, отклоненные Госдумой в прошлом году. Что планируют дальше делать с этими проектами и кому они могут принести пользу? Подробности далее. Что делают с отклоненными законопроектами? Точно не забывают, дорабатывают и добиваются принятия. Партия «Справедливая Россия» в прошлом году получила отказы по многим предложениям ЖКХ, здравоохранения и социальной сферы. Наша фракция в Государственной Думе не остановится на этом. Она будет дорабатывать их, возвращаться к ним, безусловно, доводить до сведения общественности, граждан нашей страны о той большой законотворческой работе, которую она ведет в стенах Государственной Думы. Например, партия хочет ввести 13-ю пенсию, ужесточить требования к управляющим компаниям, увеличить декретный оплачиваемый период до трех лет. Сейчас декретный отпуск оплачивают первые полтора года. Также ужесточить наказание за халатность врачей, расширить и изменить состав минимальной потребительской корзины. Последний раз он обновлялся в 2012 году. Ввести минимальную почасовую оплату труда не ниже 100 рублей, что способствует приросту зарплат и многое другое. Представители партии уверены, что эти законопроекты действительно смогут улучшить жизнь граждан. Население России проживает на черте или за чертой бедности. И это есть те законопроекты, социальные законопроекты, которые предлагает справедливая Россия. Это по сути дела есть исполнение положений послания президента в реальных законах. Не в каких-то мифических вещах, а в реальных законах. На этот год партии запланирована работа над улучшением законопроектов и созданием новых предложений. Также в региональной партии подключают молодежные организации и активистов для информационной поддержки и популяризации будущих проектов. Полина Жданова, Анатолий Фукс, Новости.